В Московской региональной общественной организации «Товарищество офицеров сыны Отечества» прошло отчетно-выборное собрание, посвященное Дню защитников Отечества. «Товарищество офицеров сыны Отечества» организовано в 2000 году. Сегодня общество объединяет около 500 офицеров, курсантов, генералов и адмиралов, так или иначе связанных с Чувашией. «Основной нашей целью – это, конечно, работа с молодежью, подростковым поколением Чувашской республики. Для этого мы каждый год 3-4, даже более раз, выезжаем в районы республики, где мы родились, вылезли, в села, встречаемся кадетскими классами, подростковым поколением. И при встрече мы выявляем лучших ребят, которых желают служить Отечеству, не только Министерства обороны, но и других структур, как МВД, МЧС, ФСБ, УФСИН, наркоконтроль в службах. И стараемся им помочь для поступления в ВУЗы». «Тут те люди, которые делают хорошее дело во благо Отечества. День-день защитника Отечества. Я, например, если так можно сказать, курирую молодое пополнение. Они мне понятнее, я сам был нахимовцем. У нас кадетские школы, Чебоксара, Чувашии». «Учеба в военных вузах помогает сохранять генофонд нации. Будущие защитники Отечества подтянуты, спортивны, хорошо образованы и воспитаны. Естественно, они лишены многих пагубных страстей, охвативших сегодня нашу молодежь». «Учаясь здесь, получаешь не только образование, причем очень хорошее и качественное образование, но и огромный жизненный опыт, который помогает в будущем». «Раньше это казалось очень романтичным, интересным. Сейчас это, конечно, мы понимаем, что это сложно, но именно моя специальность, она приемлемая для девушек. То есть я финансист и могу выполнять объем работы, на меня возложенный, наравне с мужчиной». «Замечательные качества чувашского народа, такие как выносливость, исполнительность, трудолюбие и смекалка, позволяют нашим землякам стать хорошими воинами». «Есть множество отличников боевой и политической славы, представителями народной культуры, которые участвуют как раз-таки в таких организациях с цены Отечества и показывают достойный пример для нынешнего поколения». «Несмотря на вот эти трудные и тяжелые 90-е годы, у нас мы успели и сохранили та преемственность перехода от курсантов и становления офицеров, младшего поколения, старшими поколениями. И это, естественно, на виду. В настоящее время, например, в нашей Чувашской республике нет таких отказников в большинстве случаев. Все хотят стремиться служить и служат достойно своей малой и большой родине России». «Отчерная культуры»